Глава 15. И написал я письмо Эшфагни жене моей. О, супруга моя, когда письмо это придет к тебе, прикажи, чтобы ловчие изловили для меня двух орлов юных. Глава 15. И повели, чтобы слуги мои принесли для меня нити льняной, и сделали из нее для меня дверь в веревке, в палец толщиною и в тысячу локтей длиною. Глава 15. И скажи, чтобы кузнецы сковали для меня две клетки, и отдай Навухаила и Тершалома слух моих, семи кормилицам первородившим, чтобы те питали их млеком своим, пока они не вырастут. Глава 15. И помести с ними орлов юных, чтобы они возрастали вместе, и давай орлам в корм по два овна на каждый день. И пусть отроки выучатся говорить, принесите глины и кирпичей, зодчие. Гости царя не имеют себе дела. Глава 15. И ответил я царю, владыка мой царь, дозволь мне отправляться в Мицру. И когда повелел он мне отправляться, я взял с собою отряд начисленный и выступил в путь. И когда прибыл я к вечернему отдыху, я прежде всего отпустил войско, после взял из клеток орлов юных, привязал веревки к ногам их, велел отрокам моим влезть на веревки, а после отпустил орлов. И поднялись они в воздух, а отроки кричали, как были научены. Принесите кирпичей, глины и строительного раствора. Это нужно для гостей и зодчих царя. И после этого я вернул их к себе на землю. И когда прибыл я в Мицру, слуги царя доложили обо мне, и царь повелел, чтобы я пришел к нему. Я вошел к царю и приветствовал его, и после он спросил меня, каково твое имя? И ответил я, Абекам, один из муравьев царя Ниневийского. И когда фараон услыхал это, он был недоволен и сказал, «Уже ли, владыка твой, настолько презирает меня, что он отрядил ко мне муравья, чтобы отвечать мне?» И ответил я и сказал ему, «Владыка, пчела есть малейшая среди птиц и насекомых, и посмотри, какое дивное дело творит она, с почетом допускают ее к столу государей великих. А пред синахирибам и малые, как великие, и он судит их по величию и по назначению им определенному». И после он сказал мне, «Ступай, Абекам, в отведенное тебе место, а поутру вставай и приходи ко мне». И повелел царь, чтобы вельможи его заутро облачились в одежды цвета красного, а сам он облачился с утра в одежды из вессона и пурпура. И воссел он на престоле своем, а вельможи его заняли места вокруг него и перед ним. И я был введен в присутствие царя. И затем он спросил меня, «С кем можно сравнить меня, о Абекам? И с кем можно сравнить вельмож моих?» И ответил я ему, «Тебя можно сравнить с вилом, о владыка мой царь, а вельмож твоих сожрецами его». И сказал мне царь, «Ступай, Абекам, и поутру приходи». И повелел царь вельможам своим сменить одежды свои и облеться в одежды из льна белого. И сам он также оделся в белое, а после воссел на престоле своем. И вельможи его заняли места перед ним и вокруг него. И ввели меня пред очи его, и спросил он меня, «С кем можно сравнить меня, о Абекам? И с кем можно сравнить вельмож моих?» И ответил я ему, и сказал ему, «Тебя можно сравнить с солнцем, а вельмож твоих с лучами его». И снова сказал мне царь, «Ступай, Абекам, а поутру возвращайся ко мне». И повелел он вельможам своим заутро преоблачиться в одежды черные. Врата дворца были покрыты черными и алым. Царь же облегся в одежды алые. После фараон велел меня ввести. Я вошел, и он спросил меня, «С кем можно сравнить меня, о Абекам? И с кем можно сравнить вельмож моих?» И сказал я ему, «Тебя можно сравнить с месяцем, о царь, а вельмож твоих со звездами». И сказал он мне, «Ступай, Абекам, а поутру приходи ко мне». И повелел фараон вельможам своим облечься заутро в другие одежды разных цветов. И врата дворца были затянуты красным разных оттенков. И царь облачился в одежды разноцветные. После фараон велел меня ввести. Я вошел, и он спросил меня, «С кем можно сравнить меня, и с кем можно сравнить вельмож моих?» И ответил я ему, «Тебя можно сравнить с Ниссаном, а вельмож твоих с цветами его». Когда царь услыхал это, он возрадовался весьма и был исполнен веселье. Он сказал мне, «Абекам, ты сравнил меня один раз с вилом, а вельмож моих со жрецами его. Другой раз ты сравнил меня с солнцем, а вельмож моих с лучами его. В третий раз ты сравнил меня с месяцем, а вельмож моих со звездами. В четвертый раз ты сравнил меня с Ниссаном, а вельмож моих с цветами его. — С кем же ты сравнишь Ассур-адина, владыку твоего? И ответил я и сказал ему, — Сохрани меня, Бог, о царь, говорить о владыке моем Ассур-адине, когда ты сидишь. — Ибо владыка мой царь Ассур-адин подобен Вилсамину, а вельможи его подобны молниям. Стоит ему пожелать, и он обращает росу и дождь в твердый град. — Он заставляет дыму восходить к небесам владычества своего. Он издает гром и рыканье, и возбраняет солнцу вставать и лучам его показываться. — Он возбраняет виллу и жрецам его уходить и приходить местами людными. Он возбраняет месяцу восходить и звездам блистать. И если он захочет повелеть ветру северному, ветер соделает дождь и град, и побьет Ниссан, и погубит цветы его. — И возмутился царь, слыша это, и спросил фараон, — Заклинаю тебя жизнью владыки твоего Ассур-адина. Каково имя твое? — И ответил я, — Ахиахар, писец, и печать царя Ассур-адина вручена мне. — И спросил фараон, — Так ты жив? — И ответил я, — Так, я жив, о, владыка мой царь, и я видел Ассур-адина, и он продлил дни мои, и Бог избавил меня от смерти и от казни лютой, и от греха, которого не творили руки мои. — И сказал мне царь, — Ступай, писец, а поутру приходи ко мне и скажи мне слово, которого никто не слыхал, и которого не слыхали вельможи мои ни в едином из городов мицрейских. Глава семнадцатая И тогда я, Ахиахар, отошел в уединение и написал письмо такое от фараона царя Мицрейского Ассур-адину царю Ассирийскому, мир. — Цари имеют нужду в царях, и судьи имеют нужду в судьях, а в наше время они имеют нужду в дарах, ибо средства их умолены. Сокровищнице моей не достает денег, но позволь мне занять в твоей сокровищнице девятьсот талантов серебра, и я вскоре верну их тебе. Я свернул письмо это и взял его с собой, и я сказал царю, слово, написанное в письме этом, не слышал ни ты, ни другой человек. Все возопили, мы слышали его, и нет в том никакого сомнения. И тогда ответил я им, и так вы слышали, что Мицра должна Ассирий девятьсот талантов. И все были исполнены изумлением. И сказал мне тогда царь, Ахиахар. И я ответил, вот я. И сказал он мне, Построй мне дворец между небом и землей, превыше земли локтей на тысячу. И тотчас взял я из клеток орлов моих юных, и привязал к ногам их веревку должной длины, и велел посадить на нее мальчиков, которые принялись кричать, Глины сюда, кирпичей сюда, вот идут зодчие. Дайте им с чем работать, что нужно зодчим царевым, и смешайте для зодчих вина. Вельможи увидели, услышали и были в изумлении. Тогда я, Ахиахар, взял жезл и бил зодчих, пока они не побежали доставать потребное для стройки. Тогда сказал царь, Ты обезумел, Ахиахар, кто сможет подавать им наверх то, что они требуют? Я сказал им, Зачем же вы поминаете понапрасну имя Ассурадина? Если бы он был здесь, и если бы он пожелал построить два дворца в один день, он бы их построил. Царь сказал мне, Оставь ты этот дворец, приходи ко мне поутру. И когда поутру я вошел к нему, и он посмотрел на меня и увидел меня, и сказал, Ахиахар, изъясни мне, что это у нас приключилось. Жеребец твоего владыки заржал в Ассуре в Неневии, А наши кобылицы услышали его и выкинули плод. И тогда я, Ахиахар, вышел от царя, И я велел слугам взять кота, бога мицрейцев, И бить его до тех пор, покуда мицрейцы не услышали вопли его. Мицрейцы пошли и донесли царю, Этот Ахиахар взял кота, который есть бог, и бил его. Царь внял им и спросил меня, О, Ахиахар, зачем ты учиняешь богам нашим бесчестие? И я сказал ему, царь, вовеки живи. Этот кот учинил мне урон великий и отнюдь немалый, Ибо царь подарил мне петуха, имевшего голос весьма прекрасный, Который пел тогда, когда мне надо было идти ко двору, И, когда царь меня требовал, И будил меня от сна моего. И вот урон, учиненный мне котом этим, Он побывал ночью этой в Ассуре в Неневе, И откусил голову петуху тому и вернулся сюда. Тогда царь сказал мне, Будучи стар, ты заблуждаешься. Между Ассуром и Мицрой триста парасангал. Как же мог кот за ночью эту дойти туда, Откусить голову этому петуху и вернуться обратно? Я сказал ему, Пусть между Ассуром и Мицрой триста парасангал. Разве не слышали мы, что кобылицы ваши услышали ржание жеребца нашего, И выкинули плод? Так и с котом. Про этих словах царь смутился и в изумлении сказал мне, О, Ахиахар, изъясни мне, что я скажу тебе. Есть у меня столб великий, сложенный из восьми тысяч семисот шестидесяти трех кирпичей, Наверху которого насаждено двенадцать кедров, Наверху каждого из этих кедров по тридцати колес, И по каждому колесу бегут две нити, Одна белая, а другая черная. Я ответил царю о предмете, о котором он спрашивал у меня. Умы баранов и быков знают то, что ты спрашиваешь у меня, царь. Столб, о котором говорил владыка мой царь, это год. Столб этот сложен из восьми тысяч семисот шестидесяти трех кирпичей, Каковы суть восемь тысяч семьсот шестьдесят три часа. Двенадцать кедров, суть двенадцать месяцев года, Тридцать колес, суть тридцать дней месяца, Две нити, одна черная и другая белая, это ночь и день. Царь сказал мне еще, перестань. Однако я требую у тебя, о Ахиахар, Чтобы ты свил две длинные веревки из песка, По пятидесяти локтей в длину и по пальцу в ширину. Я отвечал ему, прикажи владыка мой царь, Чтобы мне принесли такую веревку из твоей сокровищницы, Чтобы мне свить подобную ей. Он сказал мне, ты не понял слов моих, Если не совьешь ты мне веревки, как я сказал тебе, Не получишь ты подать тебе мицрейской. И тогда я, Ахиахар, покинул царя И провел ночь в размышлении великом. И поутру пришел мне помысл некий, И стал я позади дворца, в котором обитал царь, И сделал в стене напротив солнца дыру, И прошло солнце сквозь стену дворца. И сделал я другую дыру в той же стене. После взял я пригоршню пыли и вложил в дыры. И пыль явилась в луче, и была увлечена. И заговорил я, и сказал я царю, Повели, владыка, мой царь, чтобы эти лучи связали в пучок. И я сделаю подобный пучок, если ты пожелаешь. Увидев это, царь и вельможи его были объяты изумлением И недоумением, и были весьма унижены. Тогда царь велел принести мне верхний камень От разбитого жерного. А после заговорил и сказал, Прошей мне этот камень, Ахиахар. И я тотчас взял пест из того же камня, что и жернал. Бросил его и сказал царю, Владыка, мой царь, у меня нет с собой шильев сапожника, И я не нахожу того, что мне потребно. Вели, однако, сапожником твоим продеть нить в этот пест, Который одного естества с жерналом. И я тотчас прошью его. На эти слова царь засмеялся и сказал, Добро же, Ахиахар! День, в который ты рожден, да будет благословен Предлецом богов Мицрейских. Поелику я вижу тебя живым и здравствующим. Я сотворю этот день великим празднеством и временем веселья. Когда царь-фараон был побит во всем, Когда я оказал отпор его хитростям, Когда я разрешил и упразднил все измышления его И все загадки его, Он отдал мне подать смесры за три года. И сверх того я получил те девятьсот талантов, О которых шла речь в изготовленном мое письме, Как осуженных моим государем, И о которых все будто бы слышали По собственному их признанию. Я был осыпан дарами от царя И почестями от вельмож его. Субтитры сделал DimaTorzok